Всем привет! С вами Оксана, город Ангарск, Иркутская область. Сегодня у нас 28 июня 2023 года. Давно я не показывала вам свою грядку метр на 10, в которую я посадила молодой-примолодой виноград. Саженцы, устомы, еще потом я добавила дыни, но сейчас все по порядку. Саженцы винограда, черенки, были высажены в последние числа марта. Иногда я это делала в первых числах апреля. В общем, теплая грядка органическая, здесь листья, травяные остатки и немножечко земли сверху, буквально 5-10 сантиметров земли. Не все саженцы пошли, не все черенки. Ну, такое бывает и в любых других случаях. Вот здесь вот два маленьких с краю. Может быть, их дернули, там они с краю, укрытием как-то маленько пошевелили, и они немножечко отстают. Дальше два черенка у меня не пошло, пустое место. Другие выглядят вот так. Примерно сантиметров 50-60 сейчас. Ну, даже вот здесь вот побольше, наверное. Вот это все чебызе. Здесь два Аркадии. Один Аркадий вот хорошо пошел, вот этот. Один медленно, но верно живет. И вот здесь вот, где арбузы, было три Юпитера. Так как Юпитер пользуется большим спросом, Ну, попросили у меня. В общем, я его выкопала. Некогда было снимать, что там внутри. В общем, черенки были с корешками. Я их пересадила в емкости, отдала людям. Не хотели ждать осени, не хотели ждать черенков. И три этих черенка. Ну, так как у меня есть с чего еще брать, я отдала. Дальше вот этот виноград, который вот до шпалеры уже дошел. Уже я кое-где макушки пооторвала. Это укореняшки были прошлого года. Укореняла я их с января месяца. В прошлом году. То есть зимой укоренила. Летом я их дорастила в один ствол, где в один, где два. Ухаживать особо некогда было. И осенью мне их некуда было деть, саженцы эти. Они были очень дохленькие, тоненькие. Я высадила их сюда. Без особой надежды на жизнь. Три Юпитера, две Каталонии, один тюльпан и один Дикси. Совсем просто вот дохленький. Там буквально со спичку был. И они все выжили. Укрытие здесь было. Два слоя. Прямо на землю я положила их. Прямо на землю, без всякой воздушной прослойки. Я положила на них два слоя спененый полиэтилен фольгированный. Один первый слой фольгой вниз, второй слой фольгой вверх. И присыпала листьями, просто сухие листья спарка. Совсем небольшой слой. Весь этот слой у меня вошел в эту двухметровую грядку теплую. Это когда я уже убирала. В марте месяце я его открыла в конце марта. Засыпала снегом. Поставила дуги, пленку и еще укрытую пару слоев пленки. И вот он у меня выходил так из зимы. Выходил из зимы и даже дал цвет. Каталония зацвела первая, но цветы сбросила. Потому что здесь дуновения ветра не было никакого. И видимо цветы не опылились. Сбросила. А может быть слабенький был. Ну вот завязался хорошо Юпитер. Да, много гроздочек. Некоторые отсыпались тоже. Видно не опылились. А некоторые завязали ягодки. С иустомой. Иустома высаживала я самые-самые маленькие себе. Я как обычные оставляю. И она вот сейчас в разных кондициях. То есть на момент высадки она была практически одинаковая. И даже вот самые-самые дохленькие. Вообще было два листика. Вот они маленькие совсем. Вот такие растут. В общем ничем ее не удобряю. Сейчас только поливаю. Поливаю шланга. Не грею. Даже не с бочки. Просто даже лень таскать лейки. И она вот в разных стадиях. Какая-то вот дала уже стрелочки с цветами. Какая-то решила вот распушиться. Прямо даже без прищипки. Она прямо вот пучками такими решила. Это кедр у меня дальневосточный. С рассадой в прошлом году сюда попал. Так и растет. Вот так саженцы я поставила на Юпитер. Лозы, которые будут лишние. Которые сразу я вижу, что буду я убирать их осенью. Я их естественно на саженцы сразу. И вот тоже с урожаем. Потом мне показалось, что места как бы сильно много. Я вот среди эустомы еще вырастила один урожай редиски. То есть я посмотрела, думаю, что-то шикарно живем. У меня еще лук здесь был на зелень. И пока эустома там что-то приживалась, пока там в общем думала расти или не расти, я еще успела собрать слой редиски. Диску собрала. Мне показалось как-то лысенько кое-где. Я воткнула дыни. Дыни вот такие уже. Дыни надо сразу переводить на пасынки. То есть прищипывается дыня над четвертым-пятым листом. И потом вы четыре можете пасынка выращивать. Два там. Я стараюсь два или один. Жестко проредила их недавно. Потому что много ботвы затеняет. Ни к чему это. Некоторые были пустые. Там не было совсем завязи. И тоже убрала целиком. И вот дыньки. Где вот видно дыньки. Я такие оставила. А, вон еще дынька даже не видела. Дынька уже вот эта. Где она? Вот она. Это уже завязалась. Никак не могу караулить, опылить. То цветочки уже спрятались, то еще не распустились. В общем, как-то захожу сюда, все не попадаю. Вот одна устомка. Первая самая зацвела. Не махровая. Некоторые у столбиком стоят, а некоторые падать начинают. Приходится палочку им ставить. Пока не махровая. А, вот еще у меня виноград здесь амурский дикий. Убрала, который не пошел. Этот наконец-то пошел. Вот тоже надо уже маленько подвязывать. Вот там вот рядочком так вот он потихонечку начинает. Очень капризный в этом плане выращивание черенков. Ну, здесь вот тоже. И вот в конце оставалось место. Еще три арбуза у меня вошло. В общем, виноград. И устомы, арбузы, дыни. Все вместе саженцы хорошо растут. Вот этот вот был, вот сейчас показываю, самый дохлючий был саженец винограда. Вообще никакой надежды. Их два пошло. Один вот ствол и один вот потоньше. И этот даже потоньше он нормально успеет вызреть. А этот уже все надо, смотрите, как он выстрелил. Он уже больше двух метров, намного уже перерос шпалеру. Можно прищипнуть. Возможно, даже даст урожай в следующем году. Вот это, по-моему, вот этот свел. Но цвести плодоносить не стал. Тоже вот уже наверху дыни, дыни. Все время надо подкручивать. Это вот пасынок. Пасынок. Вот он уже до верха. Вот на пасынках первого, второго, третьего там порядка. Есть вот такие дыньки. Вот такие. Вот. Вот их нам надо опылять. Вот он. Это уже третий, третий порядок пасынок. Вот идет, я его подвязала. Ну и, конечно, нормировать, убирать лишнее. Как только завяжется более-менее что-то, я их еще буду прореживать. Макушки надо подкручивать. Ну, пока никто никому не мешает. Устома терпит небольшую полутень. Нормально с ней все. Виноград. Так, это у меня кто? Это у меня, походу, тюльпан. Я его уже обрубила вверх. Он вообще у меня сиганул уже. Я не достаю, мне роста не хватает. И вот это каталония. Здесь вообще сразу хорошо пошли четыре рукава. Будут будущие. Вот один, второй, третий, четвертый. Пасынки. Один листик оставляю. Отщипываю макушку. Тоже уже вверх можно прищипнуть. Здесь уже будет с Юпитером рядом. Но ничего, я думаю. Разберемся в следующем году, если перезимует. Ну, зима была такая нормальная у нас. Минус сорок пять. Весна была веселенькая такая. Тоже с морозами такими хорошими. Ну, ничего, пережили. Тоннельчик. Здесь был дуги. Никаких я не использую. Специальных обогревателей. Пушек, теплодуек, кабелей никаких не использую. Все, что есть, это аккумуляторы тепла из бутылок. Дуги вон там стоят в конце. Приготовленные на осень уже. Для дозревания лозы. И все. Ну, Юпитер, конечно, вообще не очень нравится. Вот прямо нигде еще нет таких ягод. Ни в одном месте у меня на огороде. Все, всем пока.